Привет, с вами Маковка. В прошлом видео я рассказывала о пряже Puffy Fine с окрасом амбре, а в этом видео мы рассмотрим шесть способов соединения мотков Puffy Fine амбре. Главный вопрос, как сохранить красивый переход амбре при вязании больших пледов. Первый, самый очевидный способ, начать вязать второй моток из середины, чтобы продолжить с того цвета, на котором мы закончили. Тогда наш плед будет выглядеть вот так. Сверху и снизу темный оттенок, в центре самый светлый. Ну а так будет выглядеть широкий плед из трех мотков, если третьим мотком продолжить вязать от темного к светлому. Второй способ продолжить темным цветом с начала мотка, как он идет, тогда плед получится в полоску. Такой нюанс, если переход от темного к светлому оттенку будет плавный, то вот здесь по центру после светлого у вас будет четкая темная линия, совсем не плавная. У пледа из трех мотков переходы будут более короткие, ну и естественно у вас получится больше полос. Примерно вот так это будет выглядеть. Ну а что делать, если вам хочется большой плед, но с одним плавным переходом от темного к светлому оттенку? Способ 3. Вязать одновременно двумя моточками. Из двух мотков получится плед размером ориентировочно 145 на 170 сантиметров. Как это сделать? Берем первый моток и раскладываем нить нижнего ряда на желаемую ширину пледа. Берем второй моток и с противоположной стороны раскладываем нить для второго ряда точно такой же ширины. Продеваем петли вот этой нити, что сверху, со второго мотка в петли нижнего ряда. Это будет наше начало пледа. И затем мы берем нитки из двух мотков по очереди. Все четные ряды будут вязаться ниткой первого мотка, все нечетные ниткой второго мотка. Технически это выглядит так. Вяжем первую нить до конца ряда. Продеваем каждую петельку в нижнюю. Возвращаемся и вяжем вторую нить до конца ряда, но заканчиваем ряд на одну петлю раньше, потому что последняя петля это будет петля подъема для первой нити, которая располагается ниже. Первой нитью делаем подъем и заворот и вяжем ею в обратную сторону до конца ряда. Возвращаемся, берем вторую нить, делаем подъем и заворот и вяжем вторую нить до конца ряда, но не довязывая последнюю петлю. Сейчас на пледе покажу, как в конце или в начале ряда менять нить. Вот у нас обе нити с левого крайнего ряда. Нижняя провязана до конца ряда. В верхнем ряду последняя петля не довязана. Теперь крайнюю петлю провязываем из нижнего ряда, чтобы ее поднять выше. Все петли на одном уровне. Затем перекрещиваем нить, меняем местами нижнюю и верхнюю. Сами петли пледа идут ровно и скрещиваем только те петли, что находятся на нитях, как бы позади и затем уже их продеваем в петли пледа. Дальше уже работаем с той нитью, что была ниже. Продеваем все петельки до конца ряда. Когда все петли продели, берем вторую нить, провязываем одну крайнюю петлю, чтобы сделать подъем и начинаем вязать дальше. Слева направо до конца ряда. Как я уже говорила, в конце ряда верхняя нить будет не доходить до края, а остановится на одну петлю раньше. И так вяжем все время. В итоге мы получим вот такой большой красивый плед с одним плавным переходом цвета. Четвертый способ, такой же как третий, только вяжется по два ряда одной нитью. Сначала вяжется два ряда, туда и обратно одной нитью, затем два ряда, туда и обратно, второй нитью. В этом случае подъем по краю придется делать более высоким. Чтобы не было отверстия, крайние петли провязывать вместе с одного и с другого моточка. Вязать из трех или четырех мотков таким способом возможно, но не слишком удобно, из-за того, что придется делать еще более длинный подъем по краю. Но и чередовать три нити тоже не очень удобно. Все четыре описанных способа соединения мотков подходят для вязания практически любым узором. Пятый способ. Хорош для вязания большого пледа из трех-четырех мотков. Обычная вязка лицевой гладью или косами. Суть его в следующем. Плед условно делится на три или четыре вертикальной части одинаковой ширины. Обязательно одинаковой ширины, чтобы переходы ложились одинаково. Допустим, у нас три мотка. Ширина будущего пледа 1,80 м. Из первого мотка вяжем плед шириной 60 см. Затем вяжем со второго мотка такую же полоску пледа из третьего. Когда мы вяжем второй моток, каждый раз, доходя до левого края, нужно присоединить работу к первой готовой части. Для этого берем петельку с провязанной части, накладываем ее на крайнюю петлю второй части и провязываем сразу в две петли. Главное следить, чтобы ряд в ряд попадал. Например, четвертый ряд второй части четко совпадал с четвертым рядом первой части. Способ подходит для вязания и гладью и косами. Если у нас косы, подгоняем расчет так, чтобы стык попадал между косами. Минус в том, что с изнаночной стороны место стыка немножко видно. Визуально что-то типа шва. Шестой способ соединения нескольких мотков подходит для пледа, сделанного узором плетенка. Этот способ требует повышенного внимания и сосредоточенности. Он не простой, но вы получите плед с узором плетенка и одним плавным переходом цвета на весь плед, от темного к светлому. Итак, имеем три мотка для большого пледа. В данном случае работа также делится на три одинаковые части. Но все части вяжутся одновременно. Суть в следующем. Начинаем вязать первый моток. Допустим, слева направо. Доходим до конца первой части. Скрещиваем петли по рисунку. Продолжаем вязать ряд вторым мотком. До конца второй части. Скрещиваем петли по рисунку. Продолжаем вязать ряд до конца третьей части. Это у нас будет край пледа. Делаем разворот нити и вяжем в обратном направлении, справа налево, до второй части. Скрещиваем петли по рисунку. Делаем разворот нити второго мотка. И продолжаем вязать ряд вторым мотком. До первой части. Скрещиваем петли. Делаем разворот нити первого мотка. И продолжаем вязать ряд первым мотком до конца ряда. Здесь делаем разворот и вяжем третий ряд слева направо первой нитью. До второй части. затем 2 нитью до 3 части, затем 3 нитью до конца ряда, снова делаем разворот и так далее. Теперь я расскажу, как это происходит на практике и как скрещивать петли и делать подъем. Вот у нас образец, состоящий из двух частей, который вяжется нитками из двух мотков. Первым мотком вяжем левую половину, вторым мотком вяжем правую половину преда. Сейчас рабочие нити находятся справа. Вот и начинаем, точнее продолжаем вязать плетенку, скрещивая петли по рисунку. Для узора плетенка всегда петля, которая в крайнем ряду шла сверху идет под низ, а петля, которая находилась сзади, отправляется наверх. Но вы это и так знаете. Мы довязали до точки, где находится рабочая нить с другого мотка. Что делаем? Смотрим, как у нас идут петли по узору. Мы должны их перекрестить. Вот так. Получается, что петелька с левой первой половины пледа попадает на вторую, правую половину, а с правой на левую. Так и делаем. Только в эту петлю, что пришла к нам слева, мы продеваем правую нить, которую вы только что вязали. Затем мы меняем моток. Берем другую нить, которая здесь ожидала и продолжаем вязать ей. Итог. Петли по рисунку у нас перекрещены и моток мы сменили. Продолжаем вязать по рисунку до конца ряда. Всю первую часть пледа. Доходим до конца ряда. Развернули рабочую нить первого мотка и вяжем плетенку в обратном направлении. Доходим до конца правой части, где ожидает нить второго мотка. Перекрещиваем петли верхнего ряда по узору. И снова у нас петелька с первой части попадает на вторую часть, а со второй на первую. И снова мы ту петлю, что перешла со второй части пледа, провяжем нитью из первого мотка. Меняем нить и следующую петлю уже провязываем нитью со второго мотка. Дальше продолжаем вязать вторую часть пледа нитью со второго мотка. До конца ряда. Ну то есть в нашем образце, который состоит из двух частей, это будет конец ряда. А если вы вяжете из трех мотков, то соответственно вязать вы будете до конца второй части, где по описанному принципу смените нить и продолжите вязать из третьего мотка. Главное правило первая, вторая и все остальные части, если они есть, должны быть одинаковой ширины, чтобы переход цвета шел со всех мотков синхронно. С изнанки место стыка практически незаметно. Перед тем, как вязать большой плед из нескольких мотков, если они будут идти непоследовательно, как в первых двух способах, которые я описала, потренируйтесь вязать на небольшом образце для того, чтобы освоить подъем и заворот при соединении двух мотков. Тем более этот образец потом очень легко распустить, без ущерба для ниток. Как всегда, жду ваших отзывов о пафе. Возможно, вы нашли свои способы соединять мотки. Тоже с интересом почитаю. Всего хорошего, пока!